Соня, посуду помой все перед отплытием, в десять спать, все окей? Привет, Вовка. Хуже. И звонил, когда заваруха началась, когда все это вот уже Крым. Люди говорят, боимся, но деваться некуда. Скинули одного, второго, третьего. Люди хоть имеют на это право выйти на Майдан, а мы что имеем? Ничего. Он больше всего боится, Путин, что у нас случится подобное. Вот он почему и развязал. С нашим народом не будет. Этим попахивает. Может будет, но не скоро. Была же болотная, что-то подобное. Люди загасили, продолжают гасить. Значит, более хитрые методы. Меньше и меньше выходят, меньше боятся люди. Шапка закидательством, ничего не выйдет. Это нужно конкретная какая-то работа. Саша, менталитет не тот. Я тебе рассказал про зону. Там люди сидят, не трусы, сам знаешь. И то. А здесь вообще кошмар. Кыши нахуй и все. И разбегутся сразу. Не будешь крайний. Вот такие, как я, будут крайние. Скажут, вот, еще и покажут. Скажут, вот он, блядь, воду замутил. Это я знаю уже. Так так везде. Что думаешь, на Украине по-другому что ли? Да и там. Там уже просто предел наступил. А у нас еще предел, видимо, не наступил. То есть терпение еще не лопнуло. Я вот почему иногда рассуждаю, думаю, блядь, до чего же надо довести. Я то перебьюсь, а вон хлебушек. Посыплю солью, мне не провыкать. Я водичка попью, мне хватит, вот. Ну, вас надо видеть на этих дебилах, чтоб ты не смотрел этот телевизор, блядь. Рот открыл, блядь. Сам плачешь, что живешь хуево, а мозги не включишь. А почему? Почему чиновник, любой ворюга? Почему, блядь, набережную сделали вот тебе простое, все валится нахуй, все рушится. Где? Потому что украли деньги. Кто украл? Ни одного никогда не найдут. И не находят. Потому что близкие к власти. Ну и все, и сделай вывод, что кто? А рот открыть нельзя, как закон не приней. Сейчас любой, вот то, что я сейчас разговариваю с тобой, все, это я уже экстремист. Я уже чуть не... Могут даже назвать фашистом, что я фашист. Нет. Что, блядь, все что угодно. И срок получить, блядь, и все. А как я должен? Ну я же, блядь, человек все-таки, я же не скотина. Я родился свободным человеком, мне чужого не надо. Вы и так это государство меня всю жизнь, блядь, обворовываете. И на пенсию, и на все, и на деньги постоянно. А теперь мне хотите рот заткнуть. У вас уже с жопы лезут. Вы не знаете, у вас деньги вагонами, блядь, а народ в нищете. Вы что, какой патриотизм? Вы же первые враги, сука, своего государства. Вы уже такой коррупции, как при этом пидорасе, не было никогда. Любой маленький чиновник вор. Любой. Поэтому во власти лезет. Не бизнесом. Я не смотрю на людей, кто заработал деньги, честно, пожалуйста. Какой? Меня до фени там. Как ты там? Ты у меня не украл. Но когда ты качаешь нефть, этот Сечин, все наши, газ, блядь. Постоянно в году, блядь, на эти все повышение, повышение. А ты получаешь, сука, пять миллионов в день. Да ты что, сука? Это ты не то, что враг. Тебе, блядь, я не знаю. Я человек не жестокий, но я б тебе, сука, на лоскуты порезал, блядь. За твою наглость, блядь, у вас нету меры. Вы не знаете меры. И все, блядь, вы какие-то мне уши. Какой патриотизм? Учителя, директора, который, блядь, голосует, где проходят эти голосования, директор фальсификацию делает, чтобы власть была довольна. И этот же директор будет моего сына учить. Чему? Преступница, которая хочет влезнуть, чтобы ей квартирку дали, блядь, соснуть там нахуй. Ну, сосите, блядь, а я причем? Почему я должен вместе с вами жить? Я вас просто как людей, блядь, не терплю. Вы не люди, вы суки. Вы трусливые, блядь. О каких детях вы не думаете о своих? Вы сейчас вот боитесь за свое кресло, блядь. А у меня что могут отнять только? Хомут, который у меня всю жизнь. И все, больше у меня ничего нету, блядь. И не будет. Если я, блядь, я говорю, я человек пожилой. Но если бы началась заваруха, Саша, вот не то, что громкие слова. Я бы пошел и даже не думал, блядь, и погибнуть и все. Лишь бы, блядь, мой ребенок жил нормально. В нормальной стране. Если ты пьяница выбрал бухать, ну это дело твое. Ты выбрал такую судьбу. Но если человек работает, блядь, он должен жить достойно, правильно? Сейчас он, блядь, иногда слушаешь и думаешь, ну что же вы когда делаете с медициной. Вот эти раковые заболевания детские. Было же раньше федералы там выделяли. А теперь свалили, блядь, все. На регионы и вот врачи звонят. Ну, идет, говорит, специалисты, говорит, ну как, у нас же ни оборудования, ни денег, ничего нету. То есть детишек, которых можно было спасти, все, их выкинуло. А какой-то фриски собирают всем миром, блядь. Да фриска хрен с ним, это добровольно. Я, насчет артиста, у меня зуба никакого нету. Хочу, я иду, хочу, не иду. Не, ну то же объявляют по всем средствам информации, давайте, соберите деньги. Она и так миллиардерша. Я жертвовал два раза, ну правда понемногу, я сам нищий долгал. Ну по 500 рублей. Мальчик вот. Ну это мальчик, понятно. С Украины. И это девочки нашей вот саратовской, три годика, Света Суконкина. Я тоже. Вот. Ну думаю, пойду, что могу. Там 500 рублей я отослал. Вот, не знаю. Я бы, блядь, отдал и больше, но у меня их нету. А у которых ходите в Сеченых, блядь, и все. Он же наши деньги, а сколько их? 100 семей правят всей страной. Ну, так называемый вертикаль власти. Путинские семьи. Страна богатейшая. Хватило бы всем, правильно, Саша? Еще бы. Но он преследует какую цель. Он же вообще, сука, кончено. Вот присмотреться, я его сразу почему-то почухнул, что это гнида кончено. Когда вот еще Ельцин только привел, посмотрел по телевизору, в глаза не смотрит, думаю, все, крыса конченная, блядь, все. Так и вышел, блядь. Провокатор. Его учили этому. Он же провокатор. Он думает, он стратег такой умный, наглый. Вот за наглость, когда человек, это как вот, поймай жену, прям нахую вот, поймай. Она скажет, нет, нет, ты не так меня понял. Это не то, что ты думаешь. Вот это и он. Он тебя в глаза смотрит, врет и кричит. Ты живешь прекрасно. Он меня считает за дебют. Я в интернете видел нарезку его слов. Вот все, что он обещал и говорил с 99-го года. Ничего не сделал. Ничего. Ничего. И главное еще, знаешь, что интересно? Повторение. Год, два, три проходит. Он тоже самое обещает. Год, два, три проходит. Он тоже самое говорит, что надо немедленно сейчас что-то делать. То-то строить, то-то налаживать, то-то, значит, подправлять. Ничего не сделано. Ничего. Ну вот почему же люди не думают? Да все думают. Все думают, а что они могут? Нет у них мозгов. Нет. Которые кричат за это у вас. Даже, блядь, с простых. Да это большинство, большинство такое ярости. Сказали, блядь, перед Олимпийскими играми. Помнишь, он приехал на трамплине. Трамплин там. Когда сказали ему, какую сумму там, блядь, украли. Он аж там его повело. Ну, думаю, Олимпийские игры закончатся. Ну, накажут. Никого нет. Он, наоборот, 300 человек наградили. Наградили. Указом за заслуги перед Отечеством и все. Ну, ну. Теперь с этой Украиной, за ворухой, за Васильеву, вообще ничего не слышно. И так и на тормозах используются. То начинали со ста, 140 миллиардов разворовали. Ну, этот, как его, блядь, бывший министр обороны. Потом дошло, что уже сколько там, 3 миллиарда вроде бы, всего разворовали. Ну, не знаю цифр. Ну, вот я слушаю и все думаю. Ну, так и спустят. Ты Эхо Москвы слушаешь? Ну да, на тормозах. А вот как, по-твоему, почему Эхо Москвы существует и его не прикроет? Его уже давно хотели прикрыть. Ну, нет, не прикрывает. Пока не прикрывает, да. Слишком явно будет. Ну, тут уже столько на Эхо Москвы появилось, кремлевских вот этих. Хо, их даже уже больше, чем простые. И же сразу, вот, любой вопрос начинается обсуждать. Сразу видно. Сюда же приглашают на Эхо Москвы, ты думаешь, что они только оппозиционеров? Нет, приглашают таких, которые, блядь, вон, Жирик тут постоянно сидит. Который кричит в последний раз. Думаю, ну ты, ну ты тварь. Ты просто, я даже слов не могу. Ты даже не петух, хуй его знает, как тебя назвать. Я вот достал документы. Вот они. Трясет, я имею в виду. Ну тут, по голосу. Мой прадед всей Ровенской областью. Он был хозяин Ровенской области. Мебельные фабрики, лесопромышленность, это все его. Рабочие были всегда довольны. Так что, Украина, никакой Украины вообще нету и не было. Я приезжаю туда, я наследник. И все будут жить хорошо. Так что, Ровенская область моя. Этот человек, представляете, сидит в этом. Здрасьте. 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 Так, ну все, давай, давай. Ага. Какое-то оборудование, они собирают. С Москвой приходят, они выгружают, тут собирают. Проходят испытания, потом опять упаковывают, увозят. Ого. Ого. Хрен его знает, я так не допутился. Ну вот такая вот. Ого. Сейчас вот половину заплатили, я так. Получил полочку, давай хоть чуть-чуть побольше половины. За второй курс университета там, вот, 12 штук заплатили. Так что я говорю, ну уже будет полегче все равно мне. Раз пошел работать, это все реально. Ну крыть надо будет, конечно. Да что, сами покроем. В интернет же можно вылезти, там советы же есть, как, чего. Конечно есть. Ну уже раз ты говоришь, она такая крепкая, это не руберои. Нет. Вот что я говорю, крыша чистая обычно, когда покроем. Угу. Потом залазишь, смотришь, половинки кирпича. А-а-а. Ну китай, по сути, углом попал чего, уже дырка. Затекло и пошло. Ну да, 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 да. Не, вот это вот прям вообще капитальная вещь. Сейчас вот с военкоматом, дай бог, решу военнику уже, последняя стадия. Я же в армию его не отдаю. Да и правильно. Армия нахуй не нужна. Вон их сколько уже привозят. И все равно, сука, ну это наглое, нагле колоннского пидораса, говорит Путин. Нету наших войск, нету. Столько по России уже, матеря, блядь, караул. Ну они как говорят, добровольцы едут. Да какие они добровольцы? Военные звонят. А что ты думаешь, добровольцев нет? Ты думаешь, нет добровольцев? Саша, смотри, объяснили, люди военные, которые звонят. На эхо Москвы. Он, конечно, не представляется. Имя просто говорит, потому что ясно, что ему будет. Ну да. Когда ты военный, даже ты идешь в отпуск. Ты обязательно сообщаешь, где ты будешь находиться. За границу тебе ни в коем случае. Никакой военный не может быть добровольцем, если он военный. Ни в коем случае. Что сержант, что офицеры тем более. Никакие. Это только регулярные войска. Все. Что тут? Вот сейчас вот, блядь. Сколько? Мне жалко и тех ребят жалко. Ну а что ты против того, чтобы наше русскоязычное население? Ни в коем случае. Вот эту сущую власть я бы, блядь, Саша рвал на куски. Какую? Нашу? Да не, я не про нашу. Ну а как они хотят, чтобы и так? Я от власти, допустим, о власти не будем сейчас говорить. А вот просто там вот случилась беда. Правильно? Беда. Там не беда. А что? Там все нормально. Было. Крым хапнули, захотелось еще. Хотят вот это насадить, вот такую же хуйню, чтобы там так люди жили, да боже упаси. Я лично не хочу. Я там работал, Саша, начинал же я в Лещанске, в Луганской области. Я в шахте работал, где вот сейчас бои именно уйдут. Идут. Мои же родственники уехали, он к сестре в Магадан. Они же рассказывают, что там такое. Это не боевики. Там под эту марку, там короче махновщина. Людей убивают, блять, Сбербанки грабят, нахуй. Не понимаю какой, власти вообще нету. Там кошмар. Правильно? Порошенко его только выбрали, что он может сделать? Армии нету, денег нету, ничего нету. Там же кошмар. Попробуй. Да еще это сухо туда плескает, блять. Ну а что ты хочешь? Чтоб там эти Коломойские управляли. Да брось ты, Саш. Чего? Ну ты уж грамотный человек. Не смотри этот телевизор. Да я смотрю все. Я смотрю украинское телевизор. А у нас кто управляет? Сечин, который пять миллионов в день получает, блять. И я семь тысяч получаю. Нет, да это понятно. Ну нахуй мне такая власть? Это все понятно. Я хочу, чтобы люди сжили. Если б было в России нормально. Ну они что там жили? Вот, Саша. Ну они хорошо развяжели. Вот последние 20 лет. А мы хорошо живем. Ну они хуже. Он с Крымом уже был. Да они хуже жили. Да не хуже, Саша. Да я там был. Ну там могут хуже. Я разговаривал с людьми. Там мне нравится власть тут скинули. А у нас что, блять? Ну кошмар, блять. У нас добрались эти сущая власть, блять, и все. Везде рот попробуй открыть. И то пьем по башке, блять, и бизнес заберут. Да все что угодно. Мы же ходим, Саша. Это мы уже проходили по истории. Что вот это вот начинается. Рот открыл, блять. И я же говорю вчера. Анатолий Васильевич, вот он бывший военный. Володь, ты что за бандеровцем? Я говорю. Анатолий Васильевич. Я во-первых начал, блять, с малолетки. Я сидел у бандеровцев. Ага. Вот. Я в интернате тебе рассказывал. Учиться. Попал в 15 лет. Я сидел в Тернопольской области. Город Копыченцы есть такой, блять. Да, они к нам относились плохо. Я с Восточной Украины. Ааа. Да да. Но какие бандеровцы. Сейчас тут какие бандеровцы, блять. Там их кучка, да, есть. А у нас нету националистов. Есть, конечно. Их еще больше. Да. Но никакие бандеровцы там к власти никогда не придут. Там люди умные. Ворюгу скинули вот этого, блять. Он сбежал, вот. Янукович. Янукович. Ага. Да. Которые там работ, всю жизнь родились там в Крыму. Вот когда я там отдыхал. Не, я не закрыл. Я. Я тебе сейчас. Не, я тебе говорю, прокрыл. А что? Они все-таки хотели. Они побаивались, но хотели. Хотели. А теперь? Не смотрел, что теперь там? Все бизнесмены не хотят регистрироваться. Потому что русские налоги, оказывается, намного больше, чем были украинские. Не хотят. Сколько сказали, не помню цифру, Саша. Три с лишним тысячи бизнесменов говорят, да нахрен нам нужно? Когда уже и многие себя чухнули, что не то. Они ожидали, как думали. Они думают, мы тут, блять, что, мед ложками хлебаем? Нет, то, что произошло, понятно. Но я считаю, что Крым отделился все-таки по большинству мнений. Но это ненормально, Саша. Все равно. Они уже вон такие, блять, ну прям, сука, я говорю, блять, кто же правит нашей страной? Я вот простой человек, это у меня мозги есть, блять. Меня хуй... Собьешь ты там, блять. Я на вот эту пропаганду, я это все прошел, все это знаю, блять. Я могу на грабли наступить один раз. Но, второй раз я... Вы что мне внушаете 20 лет, блять, что мы живем прекрасно и все хорошо у нас? Нет. У нас варье и банда, блять, у власти. Все. Человек вообще, любой, беззащитен. Я тебя согласен. Захотят, бизнес у тебя заберут, еще обвинять тебя, блять. Хорошо, если в тюрьме тебя не убьют, нахуй. Ты, блять, вон сейчас в Уфе поднялись эти медики. Ну, молодцы, блять. Зарплата маленькая, блять. А он что, пидор? На весь мир объявляет, чиновникам. Ну, слыхал? Повысить зарплату. 700-800 тысяч. И пенсии у них, они живут по другим законам. Ну, как? Просто включим. Я бы хотел, мне... Я даже, Саша, заинтересован, с одной стороны. Но я привык так, не свои только защищать интересы по жизни. Иногда вовред себе делаю, но лишь бы было справедливо. Я так живу. У меня и мать там похоронена, у меня и сестры, и племянники. Мне лучше, если бы с Россией. Но только не с такой. Пусть лучше, блять, думаю. Пусть, блять, мне будет хреново, блять. Но только лишь бы не была такая власть, как у нас здесь. И когда мы ее скинем, это неизвестно. Русский народ дебильный. Пора это признать. В большинстве дебильный. Конечно. Его можно, блять, уши тереть и тереть. Я говорю, он со знакомым. Недавно я тебе, может, рассказывал. Что-то не поругался. Я говорю, твою счастье. Я говорю, иди отсюда. Что я не выпиваю. Сейчас, блять, тебе башкой стукнуло об стенку. Я говорю. Пришел, плачешь. На контакте работает. Зарплата 8 тысяч. Получил платежку как раз за ЖКХ. Опять там, ну, как обычно. Кошмар. Я тоже говорю, как ты относишься к Крыму? Я говорю, да никак. Он нахуй не нужен. Я знаю, что этот Крым ляжет на мои плечи через два месяца. А он и лег. Вот я не ошибся. Да, ты не ошибся. Это только начало. Ну, умные люди так и предполагают. Он говорю, мне это не нужно. Вот как простому. Ты что, против России? Я говорю, я против дебилов, блять, дурак ты. Я не против России, не против грузинов, не против украинцев, не против татар, не против никого. Когда нормальный человек. Но когда он дебил, и от этих дебилов страдаем мы, простые люди. Вы же идете, сука, и голосуете за эту власть. То вас, блять, запугали, зарплату не дадим, то это. То вы боитесь. А как дети? Да вы как раз не думайте о своих детях. Как они будут в таком рабском государстве, блять, жить? Давно ли этот Путин, сучья рожа, кричал, что Буш мой друг? Потому что воровали. Власть воровская. Чтоб их носом там не тыкали. Когда наворовались, решил он теперь бомбой, блять, махать нахуй. Да ты, сука, конченый. А народ твой, ты его просто взял в заложники? Он уже спадает в льва до центра. Это же кремлевская, блять, эта хуйня. Уже спадает с Крыма. Угу. Теперь, раньше сторонников, ура, Крым наш, туда-сюда. Сейчас вот был опять опрос. Уже процент упал. Да к ней митингов ничего нет. Это есть. Заметь, сколько было. Митинги, 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 поддержку. А сейчас ничего нету. Ты сейчас возвращался с людьми. Вот возьми сто человек. Угу. Я на зоне тебе рассказывал, когда я получал все наши веки, нет? А, ну. Когда с бугром там, сказал, не закроешь, блять, тебя. Угу. Зайду, блять, и спрошу тебя на следующее. Он, да ты охренел, да? Он тоже за убийство. Непросто. Да еще и здоровее меня там. Я говорю, Вадим, как хочешь. Мне люди по полгода не закрываются. Я говорю, да мне ебать. Я работаю. Хоть на пачку курить, но чтоб было у меня, блять. Работать бесплатно не буду. А то что? Я говорю, а то что увидишь, все. Ну, в твоей стране правда. Вот. А этим я, блять, и не боюсь. Чем больше пугает, я злее становлюсь. Ну, это наоборот. А к Кадырову как-то относишься? Да сука. С его дружбой, блять. Да сука. Это Кадырову, это еще будет сказываться. Да конечно. Это вырастили трехглавого змея. Теперь попробуй его, блять, не накорми или что-нибудь против. Да, да, да. Они задавят нахуй сразу. Его вырастили, теперь, блять, с ним считаться. Иначе, правильно сказал он, Алексашенко, говорит, 200 лет еще будет сказываться вот эта Чечня. Обязательно, блять. И вот так тоже нажмите. Все, блять, там возникают. А я говорю, а что вы, блять, возникаете? Ну, в жилой зоне. Не работайте, нахуй. Ну, мужикам говорю, которые там сидят уже, блять. Поскольку лет и нихуя даже в варек не ходят. Ну, давай выйдем не будем, отрицеха, блять. Я говорю, ну хорошо, не будем. А я как раз за первой машинкой сидел, блять, возле входа. Вот. Он, правда, закрыл меня на втором месте. Немного, но в варечек я сходил. На Гуреху там. Вот. Селиван со мной, мы еще с ним сидели вместе, было. Пятнашка за убийство было. Еще на тюрьме, блять, на Бутовской. Сидели под следствием. Он тоже ему, блять, на весь цех. А я еще не закрылся, вон. А он такой щупленький, Вовка, незавидный. А он зашел, Вадим, такой, надменный. Ну и что, что ты не закрылся? И что дальше? Он говорит, да нихуя. Бля, если следующий месяц не закроюсь, я тебе просто зайду и ебну. И такая тишина, представь. Ага. Людей-то дохуй яру. И вдруг, блять, вот пришли только с этапа. Примерно. Я, да еще, блять, вот какой-то там. А, ты только пришел, да? Да, я только второй месяц, блять. Тебе уже перепуганные шубы? Думают, ебаный в рот, блять. Видите ли, вон встал. А потом, блять, зашли и не работаем. Ну, это вот прошло уже с полгода. А он у козлодерки своей спит, он же тут, блять, и спал. Верно слышит, что машинки-то. Нихуя. Заходит. А что за хуйня? А я как раз тут вот, на первой машинке. А я говорю, а хуйня такая, блять. Мужики не закрываются, работать не будем. Он, ну, ты-то закрываешься. Я говорю, я да. А они нет. Тебе как заводило, молодимычка? Не, ну, могли все, Саша, сделать. Сам знаешь, что это такое. Ну, вот не могу. У меня обостренное чувство справедливости. Вот не могу. Мне чужого не надо, не возьму никогда. Ну, блять, за свое я могу сам отдать. Но когда меня хотят отнять, ты думаешь, у меня тут было просто, когда я приехал. Ну, конечно. Тут охуели. Товарищ как раз рэпид. Откуда ты такой взялся? Я говорю, с Воркуты, ребята. Вот и Воркута меня тут и пошло, блять. А потом-то друзьями уже стали все с этими бандитами. Я говорю, если вы меня сразу не ебнете, значит, я вас ебну нахуй. Это бесполезно, платить не буду. Это, блять, даже разговора не может быть. Была у меня тут война. И вывозили меня, вон, блять, на третью и там по-разному, блять. Ну, нихуя, все видно прошрамы. Ну, и все. Я, я говорю, это, Вадиму, сейчас с бухгалтерией, я говорю, свяжусь. Это 71-я бригада, а бухгалтерия за зоной, ну, вольная там. Вон, пара шли, заходим к нему, я на телефон, улыбка у него ехидная. Я, раз, блять, набрал номер, отвечает мне женщина какая-то. Я говорю, вас беспокоит осужденная Горбуненко с 71-й бригады. Я говорю, я могу бухгалтера слышать, ну, который закрывал нашу бригаду. Раз, такая, пооза. Угу. Вы знаете, она вышла. Перезвоните минут через двадцать. Ну, я понял, думаю. Я знаю, что такое. Через двадцать минут будет тут пропора уже, блять, с кумом. И точно, блять. Летят, а у нас железная лестница, мы на втором этаже. Слышим, дук-дук-дук-дук-дук-дук, блять, залетает. Капитан наш синерылый, блять, нос у него, блять, пьяница, бульбаш, блять, отрядник. И кум. Белорус, что ли? Ага. Такая синерылая, прям синяк, блять. Угу. Кто за взятки, кто за что, жаловали и туда. Воспитатель. Он меня воспитывать, блять, будет. И, короче. Куцый прибежал, блять, вот такой метр с шапкой, майор, блять. Режимник. Что за хуйня? Что, кто? Угу. Я говорю, бригада не закрывается. А мы шили это. От швейной фабрики, от воли. Нам привозили края, эти энцефалитные, смелюстинные костюмы. Ну, туда, куда там, в Сибирь. Угу. Тут на всяких резинках, ну, хороший такой материал. И синяк, ты же закрываешься. Я, да, ребята, где? Куцый кричит. Да ты что, сука, ты тут бунтовать на меня. А Куцый кто? Режимник. А, фамилия Куцый. А, фамилия Куцый. Да, фамилия Куцый. Хохол, наверное, блять. На 15 суток его. Не успели меня еще увезти. Я смотрю, блять, слышу, бум, машинка включилась. И на это голову повернул Серега Муковнин. За подрез сидел. Семь лет было. Вот так вот он сидел от меня. Башку опустил. Машинку включил и уже щет, нахуй. Все ясно. Смотрю, там, там. Ну, я пятнашку отсидел, блять, вышел. Все заняли за пятнашку. Захожу. Говорю, вот так вот, мужики. Можете вообще, блять, бесплатно работать. Вот вы отсидите по 10 лет, блять. И вам будет хозяин на билет давать денежки купить. У вас их не будет. И никогда, говорю, сука, ко мне не подходите. Там, курнуть или что-нибудь. Прям вот так, говорю. Все. Пошите, пошите дальше. А я, говорю, я закрывался и буду. И вот так вот. Освободился только тут обидно. 26 тысяч, Саша, привез я. Заработал потом. Сапожку вот перешел. Ну, это какой год-то, это что? 26 кушет. Дом-то, домов за 12 купить. Домину, кирпичный. Ну, что, положил на книжку. И все сгорело. Все сгорело. В полоску. Вообще-то жил. Вот так вот. Как я могу доволен быть? Кошмар, блять. Ничем дальше, тем хуже. Никакого процесса. Так же мои родители копили, копили. Где-то 25 они накопили. К моменту 90-х, вот этих 90-х годов. И все сгорело. Если люди тут, Саша, кто на воле был. И то охуели. Не ожидали. Всю жизнь. А я там отстал за 10 лет. Знаешь как? Ну, телевизор смотрел. Думал, перестройка. Мы все там думали. О, справедливость там это. Туда-сюда. Все будет нормально. Ничего положил. И хлопнули. Я тогда, блять, меня чуть не стебанул. Я там думал, блять, в дыркасе поубивай. Да, кто знал бы. Не успел я купить ни дом, ничего. Еще я там прикинул. Думаю, дом куплю хороший. Ну, где-то тысяч за 12 и на машину останется. И буду жить как человек, блять. Ага. И продолжается. Поздновато вышел. Чуть-чуть. На годик хотя бы. Да, точно. Как раз это. 5 сентября 91-го. И продолжается вот это вот. А теперь сучье. Тупоры вы, блять, уши трете. Меня его в живой не против. А что делать? Что делать? Все растет. Цены растут. Зарплата, блять, наоборот, падает. Как людям выживать. Вы что? С этим ЖКХ вообще банда. Сколько не жалуются люди, блять. Я уже тут по местному этому выступал. Он с этого. Как его, блять. С ФДПР. Наш, Саратовский. Ищет. Я дозвонился прям в прямом деле. С ним разговаривал. Я говорю, вы все говорите правильно. Сколько лет, говорю, заседает ваш Вольфович, там, Владимир? 20 лет. Но, кроме разговоров, простых людей это, говорю, уже злит. Вот эти разговоры ваши, я без вас, говорю, могу языком. Знаете, как разговаривать? Ну, наоборот, что не примется закон, то против народа. Что не примется, то это. Он не отвечает. Ну, как же мы, мол, и такие вот наши там законы, и такие. Я говорю, да это все говорильное. Я говорю, живу на этом свете. Я говорю, и в союзе жил, и здесь. На такого беспредела вот эта власть, которая воровская, я говорю. Прямо это. Ну, не отключали меня. Молодцы. Говорю, все разворовывается. А нам все уши трудно, трудно. Сколько? Что ж вы там, я говорю? Здесь вы, я говорю, правильно. А там никаких толков. Ни одной партии, я говорю, нету, которая там что-то бы да. А как в эфир вылазите там, вы тут рассказываете. Спасибо. Это мы знаем, что все хорошо, но на деле совсем другое. Он, ну, мы боремся, мы это, ну, понятно все. Все они знают, Саша. Они далеки от народа. Уже так ни одной партии нет. Да это ж карманные партии Путина. Это все для вида. Да понятно. Ну, как вот ты говоришь, я бы хотел, если бы в России было все нормально, я за Россию, я за Украину, я за всех, чтобы мы жили, блядь. Ну, куда же, блядь вы, мы братья все время были. Теперь вы что думаете, знаете, какая-то будет сколько? Когда-то это все закончится. Не будет ни Путина, ни этих хуесосов, никого не будет. Но Украина будет долго помнить вот это вот, что творят они сейчас. Не Крым, а что сейчас творится, блядь. Это будет долго помнить. Мне даже самому, я вот прикидываю, если я приеду туда, и мне в рожу плюнут, и будут правы, и мне сказать ничего будет. Мы молчим. Я не думаю, что тебе каждый плюнет. Не каждый, но большинство. Все равно там разные мнения тоже. Не, ну, большинство людей... Когда я тебе вот еще раз перебью, вставку сделаю. Я когда ездил туда, я разговаривал с простыми мужиками. Ну, один там бывший военный, другой таксист. Ну, это в Крым, да? В Крыму, да. Ну, понятно. Кто-то вот живет на туристическом бизнесе, сдает хаты. Кто-то там в магазине работает. Кто-то с Украины полно там гастарбайтеров, которые приезжали в Крым. Даже с западных районов. Работать, просто подрабатывать. Больше еще? Да. И что ты думаешь? Все говорят, мы очень плохо живем. Очень плохо. Когда я рассказывал... Ну, русские же приезжали, они же общаются с россиянами. Вот такие-то зарплаты, такие-то там пенсии, такие-то условия, они просто, конечно, завидовали, что у нас хуже. Они откровенно говорят, что разруха полная. И вот эта банда... У них 90-е годы до сих пор длятся вот эти бандитские. Только во власти банда. У нас тоже. Но там еще хуже. Там вообще полная бесправедность. Мне кажется, уже хуже Путина не будет. Нет, ну там было хуже. Это такая сока. Ну я вот сравнивал, просто сравнивал, что люди...